Привет, YouTube! Сегодня мы попробуем поговорить с вами о Xiaomi Redmi Note 3, мое личное мнение, отзыв пользователя, как хотите, так и считайте. В общем, все скажу, все, что я о нем думаю. Итак, мы начинаем. Поехали! Как сэкономить на покупках на Алиэкспресс и других китайских магазинах? Кэшбэк-сервис Letyshops.ru позволяет экономить 4% при заказах на Алиэкспресс и до 30% в других магазинах. Что такое кэшбэк? Кэшбэк — это возврат части денег, потраченных вами в интернет-магазине. За активацию аккаунта на сайте Letyshops.ru вы получаете бонусные 200 рублей. Также для удобства пользователей разработано дополнение для браузера Google Chrome или Яндекс.Браузер. Установите его и проверяйте наличие кэшбэка на страницах магазина. Пользуясь Letyshops.ru, вы сможете выводить от 500 рублей. Letyshops.ru — быстро, удобно, выгодно. Конечно же, в первую очередь хотелось бы нам отметить, что новый дизайн коробки сразу дает понимать будущему владельцу, какой его ожидает продукт внутри, потому что на коробке изображены те цветовые решения, в которых вы можете приобрести данный смартфон. Я думаю, что в дальнейшем вся продукция компании Xiaomi, именно смартфонов, будут поступать в таких коробочках. По самой коробке ничего, конечно, примечательного про нее сказать не получается и действительно про нее ничего не сказать. Единственное, что это уже стала переработанная бумага, это не картон. И, скажем так, так как вы заказываете посылки из-за рубежа, скорее всего, с Китая, могут не доехать, могут разбиться, как на примере нашего защитного стекла, который разбился во время транспортировки из Китая к нам. Имейте в виду, просите продавца упаковать очень тщательно и, в принципе, интернет-магазины должны этим заниматься, потому что, в первую очередь, они должны соблюдать определенные условия при упаковке продукции, зная, что она поедет, тем более, в Почту России. Итак, про упаковку мы на этом закончим. Открываем коробочку. Комплект достаточно аскетичный. В нем вы ничего не найдете, кроме зарядного кабеля и самого зарядного устройства. 5 вольт, 2 ампера заряжает смартфон порядка 3-3,5 часов. В нашем случае не очень это все дело честно мы замеряли, но зато замерили честно, сколько работает батарейка. Итак, наверное, стоит обратить внимание на внешний вид устройства. Обязательно попробуем приобрести Pro-версию данного аппарата, потому что аппарат однозначно понравился. Начнем мы, пожалуй, конечно же, с внешнего вида. За 168-210 долларов, в зависимости от объема памяти, а она бывает 16 ГБ, либо 32 ГБ, без возможности расширения с помощью карточки microSD, вы получаете монолитный алюминиевый брусочек. Конечно же, есть пластиковые вставочки. Они достаточно гармонично смотрятся в общем этом разрезе, в том плане, что никаким образом вы не отвлекаете свое внимание. Конечно же, окружающие не будут отвлекать внимание, если честно, то со стороны это все очень похоже, что это цельнометаллический корпус. Но пластиковые вставки нужны для того, чтобы антенны работали и принимали сигнал GPS, Wi-Fi и, конечно же, GSM. В общем, 5,5 диагональ, очень много обзоров. Я настроился вам рассказать именно то, что я получил и какие ощущения я испытал во время тестирования данного смартфона. Давайте пока смартфон включим. А он у нас включен и практически не сел. Представляете? Я хочу вам рассказать следующие вещи. Это в первую очередь отметить батарейку данного устройства. Она здесь на 4000 мАч. И у нас есть следующие результаты тестирования, а точнее скриншоты тестирования должны быть. Да, скриншотики тестирования. Мы получили следующие результаты. 9 часов 22 минуты 20 секунд. 5621 очка получает в батареи тест Geekbench 3. Оптимальный результат. От 99% до 1. Это, конечно же, плюс устройства. Нам удавалось высадить батарейку в ноль с раннего, скажем так, утра, до позднего вечера. Но обычному рядовому пользователю, который будет умеренно пользоваться смартфоном, даже учитывая то, что он будет смотреть фильмы или там лазить в соцсетях, совершать звонки, выходить в интернет. В общем, при таком сценарии использования вам смартфона хватит порядка двух дней. Я думаю, что это очень хорошие деньги. Опять же, учитывая, я всегда буду на протяжении своего рассказа вам говорить с отсылкой на цену за устройство. Сейчас, конечно же, с курсом доллара эта цена зависит от объема памяти. То есть это порядка 14-17 тысяч рублей. Но это Ultimate решение для бюджетного варианта. Все-таки это бюджетный аппарат. Fablet бюджетного уровня с очень хорошей технической начинкой, с очень хорошим внешним видом. И, продолжая разговор о внешнем виде спереди, мы видим измененные кнопки управления. Они стали с белой подсветкой. Как по мне, этот результат, конечно же, пошел плюсом этому устройству и компании в целом. Белая подсветка не отвлекает вас своей, скажем так, навещивостью. И в то же время она является таким признаком эталонности, что ли. Признаком именно того, что вы все-таки в руках держите устройство, над дизайном которого думали и вообще над концепцией всего этого устройства думали инженеры компании Xiaomi. 5,5-дюймовый экран, IPS, безвоздушная прослойка. Все хорошо, олеофобное покрытие присутствует. Смартфон лежит в руке, по моим ощущениям, очень-очень хорошо. Очень удачно расположен сканер отпечатка пальцев. То есть, прямо буквально под указательным палец. Без разницы, левша вы или правша, все это дело попадает. Все прям четко под палец и никаких проблем нет. То есть, вы даже если захотите, не сможете ошибиться и, допустим, промазать мимо этого сканера отпечатка пальцев. Кнопочки у этого смартфона не люфтят. Никакого дребезжания и скрипа нет. Я думаю, что со временем, конечно же, это никаким образом не изменится. Сам экран выдает Full HD разрешение. То есть, это, в принципе, тот стандарт. Очень хорошо, что не поставили сюда Quad HD, потому что все-таки это не флагманское решение. С безупречными углами обзора. Нету никакой инертации цветов. Даже под экстремальным IPS-матрица. Не буду повторять это все про черные цвета и так далее и тому подобное. Нет абсолютно никаких засветов. Может быть, у кого какой смартфон. Вроде как читал и люди говорили на том же FOPDA, что есть определенные засветы по углам. На фоне, на совсем конкретно черном фоне. В общем, все это в кельминах, в люминах. Смотрите профильные обзоры. Это непосредственно вы можете услышать там. Я вам рассказываю о своих общих ощущениях. Дальше по экрану никаких проблем нет. Олеофобное покрытие, если не сказал, то произношу, что оно очень-очень хорошее. Конечно же, советую сюда сразу установить стекло. По качеству связи. 4G-связь ловит. Все прекрасно. Никаких проблем. Разговорный динамик и микрофон работают на ура. В общем, каждый заплаченный за этот смартфон доллар и цент этот смартфон отрабатывает просто на все сто. Это не какая-то ода, нехвалебная и тому подобное. Это просто честно, объективно и, скажем так, непредвзятое отношение. Потому что, опять же, учитывая стоимость, за эти деньги в России вы купите ультро-бюджетный, либо среднебюджетный смартфон. Скорее всего, какой-нибудь, даже вот реклама по телевизору сейчас до сих пор, компания Samsung продает свои Galaxy S3. И ни капли не парится о том, что это смартфон, по-моему, с 2012 года выпуска как модель. Итак, по камерам. Давайте по производительности. По камерам сразу отметим ряд моментов. Камеры здесь две, конечно же. Это задняя. У нее есть светодиодная сдвоенная такая трутон вспышка с теплым и холодным оттенком. Она на 13 мегапикселей делает неплохие фотографии. В принципе, без разницы, где. В темном помещении, либо на улице в светлое время суток, либо в светлом помещении. Фотографии, опять же, отрабатывает камера, в общем, хорошо. Опять же, учитывая стоимость, опять же, учитывая доступность этого аппарата, никаких претензий к работе камеры сказать нельзя. Передняя камера тоже фотографирует неплохо. Должен быть у нас снимочек, по-моему, если я не ошибаюсь. Камеры. Да, вот тут в условиях совсем слабого освещения вот такая вот фотография моя получилась. Я считаю, что, в принципе, более чем достаточно. Она на 5, если я не ошибаюсь, мегапикселей. 5, в общем, без разницы, насколько она мегапикселей. Она хорошо фотографирует. Задняя камера тоже достаточно высокий уровень детализации. Все, опять же, никаких вопросов к этому нет. По поводу нагрева и производительности. Значит, конечно же, при сложных задачах я вам совру, если скажу, что аппарат не греется. Аппарат греется. Греется он до определенных температур. Я думаю, что температура не больше 50 градусов. Комфортно это все распределяется с помощью алюминиевого корпуса металлического. И вы этот нагрев, в принципе, не ощущаете никоим образом. То есть, никаких проблем с этим вы не будете испытывать. Процессор здесь 2015 года. Helio X10, MTK, N8 ядер, тактовая частота 2 ГГц. Все это отлично работает во всех современных 3D-приложениях и 3D-играх. Я думаю, что все современные игры пойдут здесь на максимальных настройках графики. Не знаю, будет лагать GTA или танки. Я думаю, танки пойдут GTA 60 FPS. Будет лагать GTA, не будет мне все равно, потому что я не играю. Но, в принципе, здесь геймеры не обломаются. Потому что, имейте в виду, по оперативной памяти, потому что MIUI прошивка достаточно прожорливая. Такая же, как TouchWiz на Samsung. Хотел взять Samsung, а здесь iPhone 6 на тесте. Она достаточно прожорливая. В принципе, если вы покупаете, хотите сэкономить, допустим, до 50 долларов, ну, чуть меньше, чем 50 долларов, купить на 16 ГБ версию данного смартфона, то вы получите 2 ГБ оперативной памяти. Никоим образом не обломаетесь. Но, опять же, здесь надо каждому просто понимать. 16 ГБ, если вы много фотографируете, или много снимаете видео, или много устанавливаете в себе всяких приложений и игр, в большей степени игр, то, конечно, 16 ГБ вам не хватит, потому что нету слота под расширение карточки microSD. Берите сразу на 32, и вы получаете 3 ГБ. 32 достаточно большой объем памяти. Из них доступно порядка 26-28 ГБ. Все это, в принципе, вам должно хватить для повседневной жизни. Если что, копируйте все облако, потому что мы живем в 21 веке, и сейчас не должно быть привязки к объему памяти самого устройства, и практически умные люди все хранят в интернете. Дальше. По сканеру отпечатка пальцев срабатывания, если не 10 из 10, то близко к этому, потому что к нему достаточно только прикоснуться, и смартфон просто... Ну, очень-очень быстро все это дело срабатывает. Тестировал, сидел прям целый вечер. Часа полтора-два тестировал, сидел при разных задачах. Без разницы, как я положу палец, он, если отсканирован, тем более несколько раз, там один и тот же палец, да, указательный, он сработает очень быстро, молниеносно все это дело срабатывает. Кстати, пока не забыл, в голову приходит мысль о... в том, что я не сказал по поводу камеры. Видео пишет вплоть до Full HD, если я не ошибаюсь. Давайте сейчас попробуем все это дело точно вам сказать. Так, звук фото, соотношение сторон, качество фото хорошее, высокое, определенные лица, все это дело понятно. это уже касаемо прошивки, непосредственно, не прошивки, а этого. Так, ну, бывает что-нибудь там сообразить, да. Full HD максимальный формат записи видео, это более чем достаточно, в принципе, я думаю, никаких проблем тоже у вас с этим не будет. 4К смартфоны, конечно, уже умеют снимать, но это не про это, и слишком уж это будет, как говорится, закатать свою губищу назад, потому что вы заплатили всего 210 долларов, и какие жопу 4К. По производительности, то есть, я вам даю понять, что вам этой производительности хватит сполна, на год, на полтора, на два, дальше, я не знаю, придумают какие-то другие процессора, вы, скорее всего, быстрее разобьете дисплей на этом смартфоне, либо вам он перестанет нравиться, хотя это невозможно, потому что он, в принципе, сделан по всем тем меркам, которые людям, вот тренд такой, металлический смартфон, примем материалы, хорошая камера, сканер отпечатка пальца, здесь все, друзья, здесь все присутствует, внешний вид нравится, хороший уровень качества связи, 4G, здесь все, друзья, есть. Просто вот рассказывать, понимаете, я хотел вот именно этим видео с вами поговорить о том, что если вы в ближайшее время планируете себе приобрести смартфон в Китае, вам стоит выбирать между этим телефоном и его старшим братом, это Pro-версия, которую сейчас в некоторых магазинах можно приобрести, в некоторых магазинах предзаказ, вот, я жду, когда он появится в магазине, Everbuying, для того, чтобы они все это дело быстро отослали на примере этого смартфона, и все это дело благополучно приехало курьерской доставкой, скорее всего, буду заказывать его старшего брата, уже будет более подробный, детальный тест, как-то так, то есть, мои выводы очень хорошо, очень хорошо все сделано, если вам нужна не синтетика, потому что в этом, как вам, скриншоты, ну, давайте вам поговорим, 10 касаний экран, вот это у нас сведения о внутренней начинке данного смартфона, в Antutu набираем 51 тысячу баллов, очень хорошо, в Geekbench 3 набирают следующие результаты, и, пожалуй, все, то есть, преимущества, отмечу сразу несколько плюсов, во-первых, внешний вид, второе, сканер отпечатка пальцев, третье, это батарейка, четвертое, это цена, и вообще, его надо брать, то есть, из минусов, это, наверное, опять же, на любителя вот эти вот пластиковые вставочки, ну, это такое, знаете, имховое мнение, то есть, оно кому-то нравится, кому-то не нравится, и единственный минус, которому я, действительно, могу придраться, это отсутствие разъема, под microSD-карточку, все остальное, это однозначно надо брать, однозначно надо пользоваться, осталось только выбрать, какой цвет, очень красивый Space Gray, действительно, как у айфонов, вот, на примере, допустим, золотого айфона, если вы хотите золотой цвет, то вы получите, скорее всего, примерно, вот такой вот оттенок, с вами был Павел, канал Gadgetmania, большое спасибо, что посмотрели данное, личное мнение, этот видос до конца, подписывайтесь на группу ВКонтакте, вступайте во всех, во все наши социальные сети, смотрите наш сайт, Gadgetmania.ru, совсем скоро Китай включается в ежедневную работу, буквально с 15 числа, и туда добавятся купоны, сейчас их там порядка 60, некоторые магазины, часто разыгрывают, не разыгрывают, что-то сделали распродажи, ссылочки будут, как всегда, в описании под этим видео, потому что сейчас можно действительно неплохо так сэкономить, и вам после новогодних праздников либо с Алиэкспресса, либо с любого интернет-магазина в Китае, товар в любом случае вышлют, но вы уже нехило так сэкономили в деньгах. Делитесь этим видео, пишите свое мнение об этом смартфоне, если вы владелец, или пишите свое мнение об этом смартфоне, если вы планируете его покупать, может у вас какие-то вопросы есть, потому что смартфон на этой неделе уже будет отдан владельцу, и мы делали для себя вывод, если мы захотим смартфон, мне он очень понравился, то есть, если мы захотим смартфон от компании Xiaomi, совсем скоро вроде как должна выйти новинка Mi 5, буквально в марте этого года, ну, я думаю, что будет стоить чуть дороже 300 долларов, и смысла переплачивать как такового, наверное, не будет. Всем спасибо, совсем скоро увидимся, всего доброго, пока-пока.